Добрый день, Павел Анатольевич, спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. И хочу сразу вернуться к главному событию этого года. Буквально в мае мы с вами общались по поводу того, что сборная России по футболу, как она выступит, что это будет за команда, какой будет турнир, под турнир чуть позже. А вот про сборную, вы меня тогда, честно говоря, очень сильно удивили. И я не ожидал, что вы всерьез будете рассуждать о том, что наша сборная выступит очень достойно. Что в итоге произошло? Вы что-то знали, чего не знали мы? Нет, действительно, это было самое ожидаемое событие последних, наверное, 7 лет, когда мы получили право на проведение, когда мы готовились. Понятно, что мы знали, как проводить, мы готовились к проведению. Мы, конечно, волновались за выступление нашей сборной команды. Я, когда я делал, даже не сказать, что прогнозы, я рассчитывал на то, что наша команда может выступить успешно. Я объективно оценивал и состав нашей группы, и подбор российских игроков. Я, конечно, оценивал то, что команда будет выступать перед своей публикой. Поэтому я считал, что нам по силам было пройти круглогрупповой этап. И, в принципе, та игра, которую мы показывали, она полностью соответствовала всем тем ожиданиям. Помню, что мы тогда обсуждали, как сложится матч, если мы пройдем следующий матч уже с командой либо Испании, либо Португалии. Я считал, что нам предстоит, думал, что нам предстоит играть с командой Португалии. Но спорт всегда, мы всегда предполагаем, а все-таки спорт, он более многообразен. Мы играли с командой Испании, но я считаю, что была выбрана наилучшая тактика. Я сказал, что будет борьба однозначно, потому что всегда такие игры на вылет, они всегда очень сложные. И всегда, в основном, часто побеждает даже не столько класс, сколько характер. Наша команда себя хорошо проявила, и, в принципе, мы могли даже попасть в четверку. Потому что показали, с каждой игрой мы играли все сильнее и сильнее. И я считаю, что самая лучшая игра, конечно, была у нас с хорватами. К сожалению, нам не удалось победить, но то, что мы поверили в свою команду, и команда поверила в себя, это однозначно. Да, и поверила вся страна, наверное, чего мы давно уже не помнили с нашей национальной сборной. Но самое главное, конечно же, это наследие чемпионата мира. Мы провели потрясающий мундиаль, мы сделали великое дело для страны и для мира. И теперь, наверное, самое важное, грамотно распорядиться вот этим наследием. Уже вот прошли эмоции, схлынуло вот это праздничное настроение. Хочется, чтобы люди подальше продолжали ходить на стадионы. Хочется, чтобы Россия проводила крупные международные соревнования и прочее. Какие перспективы у нас в этом управлении? Во-первых, всегда при проведении крупных соревнований, таких как Олимпиады, Чемпионаты мира, универсиады, всегда утверждается программа «Однаследие». Всегда определяются и будущие владельцы стадионов, спортивных объектов. Всегда вот эта часть программы является важной составляющей заявки страны-организатора. Такая же программа «Наследие» была разработана при подготовке к проведению Чемпионата мира. После этого мы дополнительно еще ее согласовывали со всеми регионами и утвердили ее по итогам Чемпионата мира. То есть, проще говоря, Чемпионат мира для вас продолжается до сих пор, потому что программа «Наследие» подразумевает... Вы совершенно правы, программа «Наследие», наверное, может быть, это одно из самых главных итогов Чемпионата мира. Включаются и вопросы использования инфраструктуры, создания региональных футбольных центров. Поэтому мы предусмотрели соответствующее финансирование, которое со следующего года будет предусмотрено как для эксплуатации стадионов, так и стимулирование регионов, региональных организаций в развитии футбола. Дополнительно мы сейчас разработали программу развития футбола, которая станет, по сути, необходимым продолжением программы «Наследие» и будет, в принципе, она будет соответствовать и программе «Наследие», и стратегии развития футбола, и предусматривает ряд инфраструктурных задач, вопросов подготовки кадров, разработки методик. Мы все это делаем совместно с Российским футбольным союзом. А вообще, конечно, кроме инфраструктуры, конечно, надо говорить о «Наследии», и, конечно, вы правы, о эмоциональном «Наследии» Чемпионата мира. Действительно, наверное, вся страна и все наши болельщики получили такой вот хороший эмоциональный заряд. И вот недавняя победа ЦСКА над «Реалом», наверное, можно тоже назвать неким итогом Чемпионата мира. Да, это продолжается, это приятно. Уже есть исторические события, которые были на Чемпионате, и надеемся, что мы эту историю будем писать вместе с нашими футболистами. А что касается инфраструктурной составляющей, потому что прекрасные, роскошные стадионы, но хотелось бы, чтобы они не пустовали, ну и были многофункциональны, наверное. Ну, во-первых, мы в соответствии с той же программой «Наследие», вот каждый регион, которому мы будем передавать все стадионы, они разрабатывают бизнес-планы, которые включают в себя вопросы и привлечения, и различных инвестиций вокруг стадиона, привлечения различных мероприятий на стадионы, потому что, ну, только спортивными мероприятиями, наверное, стадион сложно загрузить, потому что мы посчитали порядка 25 там матчей за сезон можно провести. Это и проведение различных культурных мероприятий, и мы предполагаем на каждом стадионе разместить музеи, что-то связанное, какие-то бизнес-проекты связанные, опять же, со спортом, потому что, ну, стадионы, конечно, должны быть все-таки, это спортивное отследие, спортивная структура, которая должна использоваться соответствующим образом, а не так, как мы использовали это в начале 90-х годов, там, создавая рынки. Вот, поэтому сейчас мы со всеми регионами эти вопросы обсуждаем, я знаю, что все регионы очень хотят получить это себе в собственность, потому что уже предполагают вокруг стадиона, не только на самом стадионе, а вокруг стадиона создать некие там активности. Поэтому я думаю, что где-то к концу октября, начале ноября, мы уже получим окончательные бизнес-планы, это по каждому стадиону, вот, их утвердим, и в соответствии с ними будем уже в течение бюджетных, там, 4-5 лет работать, ну, постепенно наращивая внебюджетную составляющую от оходов по эксплуатации стадиона. Вы хороший мостик бросили, я к коммерции, если возвращаюсь, совсем недавняя реплика по поводу продажи пива на стадионах во время массовых мероприятий, насколько это реально, особенно в наших условиях, в законодательстве, в условиях русского менталитета, хотя Чемпионат мира показал, что все было нормально. Ну, вы знаете, на самом деле, ну, пиво это всего лишь небольшая составляющая, да, но кроме этого есть коммерческая составляющая, это использование помещений, которые есть на стадионе, это проводение различных мероприятий, это такие вот маркетинговые механизмы, как Неймин Райтс, это когда название стадиона продается, ну, там много механизмов привлечения финансовых ресурсов. Если говорить о пиве, действительно, такое, мы сейчас это изучаем, вот, это тоже часть наследия Чемпионата мира, чтобы помнить, действительно, на счете мира пиво продавалось, и никаких инцидентов не было, но, безусловно, это было связано с созданием общей атмосферы на стадионе, атмосфера безопасности, праздника, поэтому продажа пива, конечно, она связана с созданием той обстановки, которую мы привыкли видеть на Чемпионате мира, поэтому вы знаете, что такая практика есть на многих стадионах мира и во время принятия различных чемпионатов, но тут очень много таких тонкостей, которые должны быть учтены. Просто так, про продажи пива, ну, конечно, сложно об этом говорить, поэтому должны быть решены ряд других вопросов. В общем, это долгая история, которая будет, в принципе, обсуждаться. Ну, она сейчас уже обсуждается, сейчас она обсуждается, потому что, действительно, вот тот опыт, который мы получили и с продажей пива, и вообще с проведением всего мероприятия, потому что даже продажи пива, это всего лишь это часть проведения. Часть маленького действия. Кстати говоря, уже продажи пива, если вы помните, уже однажды мы продавали во время матча Лиги Чемпионов в Москве, в Лужниках, поэтому во время одного матча такая и продажа пива, и реклама проходила, и тогда, кстати говоря, не было ни одного инцидента, один болельщик там где-то потерялся на несколько часов. Тут самое главное, наверное, мысль о том, что это не только продажа пива, как алкогольного напитка для увеселения наших замечательных болельщиков, но и, естественно, важная составляющая – это рекламные деньги от спонсоров, которые представляют пивоваренные компании. Бросаем мост к олимпийской тематике. На слуху сейчас, конечно же, взаимоотношения Русада и Вада. Тут была, ну, можно ли ее назвать маленькой победой, вот это решение о том, что нас все-таки допускают Русаду к тому, чтобы продолжать работать в этом направлении. Вы считаете это победой, либо это локальная история, либо это просто эпизод, который пока ни к чему не обязывает. Что будет дальше? Знаете, победа, я считаю, это выступление наших стрелков на чемпионате мира, это выступление наших девчонок на чемпионате мира по синхронному плаванию, по художественной гимнастике, по фехтованию. Вот это действительно победа. А это наша, по сути, повседневная работа, действительно последние три года у нас, вы знаете, я не буду напоминать, были проблемы в взаимоотношениях Российской антитопинговой организации, Всемирной антитопинговой организации. Мы долго работали с различными институтами, такими как ВАДА, Международный олимпийский комитет, Совет Европы, ЮНЕСК, такая была многоплановая и такая достаточно сложная, но она, в общем-то, техническая работа. Надо сказать, что мы всеми поступательно продвигались, и если говорить о работе РУСАДА, то даже до принятия решения Всемирной антитопинговой организации по восстановлению статуса соответствия, в общем-то, все технически, наша антитопинговая организация выполняла все функции, и мы об этом говорили. Антитопинговая организация занималась тестированием, планированием тестирования, поэтому, в общем-то, полностью работоспособная организация, что, кстати говоря, полностью признавалась и всеми международными организациями. Ну, это когда речь идет о серьезных структурах, а популизм он никуда не девался, к сожалению, в вине не сыпались и продолжают сыпаться, но сейчас хоть ситуация каким-то образом поменялась, хотя бы в умах этих людей. Ну, я думаю, что, в общем-то, мы всегда ощущали поддержку со стороны, может быть, подавляющего большинства и спортсменов, и спортивных организаций. И я же после того, как такое решение было принято, и посетил несколько чемпионатов мира, где мы общались с президентами многих национальных федераций по виду спорта. То есть все это решение приветствуют. Действительно, к сожалению, вот эти голоса не очень слышны на фоне выступлений других известных людей, которые в последнее время о себе заявляют в прессе. Ну, мы все это читаем, но стараемся не обращать на это внимания, двигаться вперед, работать со всеми организациями, потому что мы всегда открыты. Мы за то, чтобы чистые спортсмены принимали участие в соревнованиях, чтобы они не дискриминировались по каким-то другим принципам, что не было голословных обвинений. Но если действительно где-то нарушили, то, конечно, должны быть применены санкции. Поэтому мы полностью открыты, или занимайтесь со всеми этими организациями. Наши олимпионики могут спокойно готовиться к Токио-2020? Ну, если осталось, то действительно у нас всего несколько лет на Олимпийских играх сейчас уже начинаются отборочные соревнования. Уже начались, по сути, отборочные соревнования. Я уверен, что наши спортсмены совершенно не задумываются о такой закулисной работе, но спокойно готовятся, выступают. Кстати, выступают сейчас достаточно неплохо. Мы видим прогресс в ряде видов спорта. И в тех видах спорта, где мы являемся лидерами, мы, по сути, демонстрируем наш класс и нашу силу. Поэтому с таким оптимизмом смотрим на выступления наших команд на Олимпийских играх. Поэтому, я думаю, наши команды могут совершенно спокойно готовиться. А вот эту работу, наверное, оставят пусть нам. Еще один вопрос касается инфраструктуры. Совсем недавно прозвучало предложение турецкой стороны, которая сейчас претендует на Олимпиаду, совместно провести на наших объектах в Сочи. Нет, мы, конечно, рады, как говорится, что у нас хватает сил даже поучаствовать. Это, наверное, практика будущего. И насколько реально то, что команда, которая повыиграет заявку на проведение Олимпиады, сможет воспользоваться объектами в России? Ну, если говорить откровенно, то официально мы не получали такого заявления. Все-таки это пока на уровне разговора. Действительно, да, вот такие предложения вы не высказывались, но пока устно. Но хочу сказать, что, в принципе, Сочи сейчас готова провести хоть еще одну Олимпиаду. Потому что все объекты соответствуют самым высоким. Спортивные объекты, инфраструктурные объекты отвечают самым высоким требованиям. Поэтому опыт у нас есть. Поэтому есть такое предложение поступить. Конечно, очень внимательно его рассмотрим. Тем более, что все возможности для этого есть. Вы знаете, что регулярно в Сочи проводятся соревнования самого высокого уровня. Все спортивные объекты используются по своему прямому назначению. Сохранены те команды управленцев, которые работают на этих объектах. Сейчас совсем недавно на стадионе Фишт были проведены матчи и чемпионаты мира. Поэтому по всем видам спорта проводим самые крупные соревнования. Последняя, самая яркая, наверное, это этап Формулы-1, который становится, наверное, одним из самых красивых этапов всей гоночной серии. Ну да, действительно, работает все. Я посетил соревнования Формулы-1. Там сейчас поменялась команда. Теперь организаторами являются компания Росгонки. Провели очень все качественно, очень все технологично. Есть в том числе предложения, каким образом Формулы-1 может быть вообще таким, такое новое слово есть, драйвером всего развития автомобильного спорта. Очень много предложений, поэтому сейчас мы обсуждаем. Надеюсь, что Формулы-1 не просто будет отдельным соревнованием, шоу, но послужит неким стимулом для всего автоспорта в России. Возвращаясь к теме проведения крупных соревнований, впереди, может быть, пока еще официально нет, но все-таки чемпионат мира по хоккей уже заявлен, универсиада у нас будет, 20-20 евро в Петербурге. Все, мы встали в ряд топовых стран, которые на высшем уровне могут проводить такие серьезные соревнования. Мы и раньше проводили, если вы помните. Если к справедливости ради, надо сказать, что по чемпионату мира по хоккею действительно президент Бержавной Федерации подтвердил, что российская заявка будет поддержана, но официально это будет объявлено в декабре. Поэтому я уверен, что, конечно, Россия получит это право, но давайте дождемся все-таки официального объявления. Но кроме тех соревнований, которые вы назвали, у нас еще есть несколько заявок, где мы реально претендуем на получение права очень крупных соревнований. Спасибо большое. Спасибо за ответ на вопросы. Всего доброго. Спасибо.